Всем привет! Сегодня будем готовить пиццу с тунцом. Очень необычный способ сборки такой пиццы. Это одна из самых моих любимых пицц. Всем советую и рекомендую. По рецепту выходят две штучки. Пиццу начнем с приготовления теста. Я возьму за основу самое простое и самое вкусное тесто на мой вкус. Это мое любимое тесто. Я часто его готовлю. Итак, дрожжи сухие, соль, сахар я отправляю в муку. И все это перемешиваю. Теперь сюда отправляю в воду. Делаю я на воде. Не добавляю ни яйца, ничего. И замешиваю тесто. Перекладываем тесто на стол. Уже его трудно мешать в емкости. И замешиваем руками тесто. Значит, очень быстро формируется. Вымешивать нужно минут 10 приблизительно. Если у вас тесто мясо есть, то это будет в разы быстрее. Минуты две. Ну, а я сегодня решила руками. Тесто не должно липнуть к рукам. Я обычно собираю тесто в комочек и мою руки. И потом вот чистыми руками домешиваю тесто. Тогда ли тесто вообще не липнет к рукам. Если у вас тесто липнет к рукам, добавьте вот так столовую ложку муки. Но обычно такой пропорции хватает. Но все зависит от вашей муки. Если у вас так конкретно липнет к рукам, добавляйте муку. Тут зависит от самой муки. Поэтому рассчитать до по граммам я тоже не могу. Вот я даю такую пропорцию. Так делаю постоянно. Теперь я беру обычное растительное масло. 30 мл. Можно оливковое. Выливаю вот так вот на стол, на тесто. И вымешиваю до тех пор, чтобы масло впиталось. Собственно, все вместе у меня занимает 10 минут. 5 минут я вымешиваю тесто и 5 минут в масле. Хочу вам показать процесс. Вот смотрите, масло, основная масса практически вся впиталась. У меня остался жирный коврик, жирные руки. И само тесто тоже, видите, имеет такой блестящий вид. Вот я вымешиваю до тех пор на коврике, пока все масло не впитается. И вот не соберется с коврика в тесто. А тесто станет более матовым. Занимает это вот 5 минут. Вот так вот быстро за 10 минут у меня готово тесто. Ну вот практически и все. Тесто получается очень эластичное, гладкое. Значит, очень отличается. Если вы добавляете, смешиваете воду с маслом и так замешиваете тесто. Или вмешиваете масло уже в готовый кусок теста. Мне вот нравится второй способ. Я так готовлю тесто. Тогда мне больше нравится и по вкусу, и по работе с ним. Вот смотрите, вот, собственно, и все. Тесто получилось более матовым. Масло я все собрала. Вот такой вот кусочек теста у меня готов. Теперь делаем из него шарик. Вот так. Затягиваем пищевой пленкой и ставим на расстойку. Это может занять час, полтора, до двух. Зависит от температуры дома. Чтобы подошло быстрее, включите духовку где-то на 150 градусов. Откройте дверцу, на дверцу, на досточку отправьте тесто. Только не забудьте обязательно его накрыть. И оно так быстро подойдет. Пока тесто подходит, подготовим всю начинку. Значит, на пиццу я буду выкладывать томатный соус. Его я уготовлю на основе кетчупа. Я люблю какой-нибудь такой сладкий кетчуп, вкусный. Можно взять шашлычку, какой хотите. Можете остренький. Сюда можно добавить любые специи по вашему вкусу. Я добавляю только две вещи. Это молотый перчик и специи итальянские травы, чайную ложечку. Но сюда можно добавить и чего-то острого, если вы любите. Так, смотрите, отправляем это все сюда, перемешиваем. И наша основа готова. Теперь я буду использовать зеленые оливки. Их можно заменить на каперсы. Это кто что любит. Разрезаю приблизительно на три части одну оливку. Количество оливок регулируйте сами. Кто-то любит больше, кто-то меньше. Ну, приблизительно где-то до 8 штук на одну пиццу у меня уходит. Из этой нормы теста у меня получается 2 пиццы. И я беру помидорчики черри. Разрезаю их пополам. Можно разрезать на 4 части. Можно использовать просто обычные помидоры. Порежьте тоненько или кружочками. Так, я беру одну красную луковицу. Разрезаю ее пополам. И нарезаю тоненько полукольцами. Значит, половинка луковицы на одну пиццу. В небольшую емкость отправляем лук. И я вот так вот разделяю его на полосочки. Значит, я буду лук немножко подмариновывать. Мне очень нравится на пицце с тунцом подмаринованный лук. Но это по желанию. Если вы не любите, вы можете так не делать. Но в этом, мне кажется, весь вкус. Лук заливаем 200 мл воды и 20 мл 9% уксуса. Все это дело отставляем. И пока мы будем все подготавливать, лук промаринуется. Нарезаем 2 веточки зеленого лука. Зеленый лук можно заменить на любую зелень. Там укроп или петрушку. Но с зеленым луком очень вкусно. Мне нравится. Попробуйте. Тунец и зеленый лук. Так, осталось только натереть сыр. Я беру сыр моцарелла. Значит, мне он очень нравится. Я натираю его на крупной терке. Он очень хорошо тянется. Вообще, вот моцарелла для пиццы просто улет. Тесто у меня подошло. У меня стояло меньше часа. Я включила духовку, и оно прям так, ну, очень хорошо подошло. Значит, смотрите, тесто, оно уже не масляное. Вот если мы его доложили масляное, то сейчас оно уже такое, знаете, хорошо расстоявшееся, тепленькое. Значит, этого куска теста хватает на 2 пиццы. Тесто нужно обмять. Ну, вот так вот, чуть-чуть. Когда начинаете обминать, оно перестает липнуть к рукам. Все. Теперь все тесто я делю на 2 части. Так, где мы. Супер-нож. Сразу вы можете взять одну пиццу, а потом вторую. Это тесто можно спокойно замораживать в морозилке. Оно лежит преспокойненько себе. Ну, кто же готовит одну пиццу? Это же смешно. Поэтому сразу готовьте 2. Я буду печь в специальной форме для пиццы. Я покупала в маркетах, она вот такая в дырочку. Такая же есть, только не в дырочку. Плоская тоже для пиццы. Подойдет любая. В принципе, можно печь просто в большом противне. Значит, здесь у меня диаметр 29 сантиметров. Стол присыпаю мукой и начинаю раскатывать тесто. Если вы будете использовать не специальную форму, как я, а готовить просто в обычном большом противне из-под духовки, готовьте сразу из всего теста, потому что так и получится. Вы раскатаете на весь противень все тесто, и у вас получится одна огромная пицца. Значит, смотрите, я раскатала. Теперь очень такой нюанс важный. Перекладываем тесто вот так. В формочку чуть-чуть присыпаем мукой. Перекладываем тесто сюда обратно. У меня останутся остатки теста. Их я отправлю во второй кусочек для пиццы. Значит, смотрите, тесто натягивать не надо. Его нужно ручками как бы съежить обратно. Вы поняли, да? Чтобы оно не было натянутое. Поэтому я делаю вот так. И оно себе приспокойненько вот так вот лежит, не в натяжку. Вот так, смотрите. Теперь берем нож для пиццы и обрезаем край вплотную, прижимая нож к противню. Если у вас нет такого ножа, просто обычным ножом. Я обязательно делаю так, чтобы тесто не свисало вниз. Потому что то, что будет свисать, будет гореть. Мне надо, чтобы тесто просто лежало на краю противня. Вот так вот сверху, вы видите, вот так. Так, ну вот, собственно, и все. Эти края пойдут во второй кусочек пиццы. Ну вот, собственно, все премудрости. Томатной основы слишком много не добавляйте. Я добавляю где-то 2 столовые ложки. И тонким слоем размазываю по всему вот противню. Если вы добавите просто больше, у вас тесто может получиться мокрым. Зачем? Я делаю чисто для вкуса. Вместо томатной основы можно выложить кружляшками порезанные помидорчики. Но так как сейчас не сезон, делаю вот так вот с кетчупом. Ну и вообще, как по моему вкусу и всем моим домашним нравится больше, когда вот такая основа, это не помидоры, а именно паста какая-то вот такая. Обильно и щедро посыпаем сыром. Больше всего пицца с тунцом мне понравилась. Мы как-то были в одном ресторане и нам подали пиццу с тунцом. Ой, какая это была пицца. Я посмотрела, как оно было сделано и стала готовить дома по такому же принципу. Потому что, смотрите, мы обычно все сразу отправляем на пиццу, засыпаем сверху сыром и убираем в духовку. А тут принцип другой сборки. И мне он очень понравился. И хочу вам порекомендовать, попробуйте его. Причем не только для тунца, а вообще для другой начинки. Значит, смотрите, на одну пиццу у меня уходит где-то 250 грамм моцареллы. Смотрите, разложили сыр. Теперь берем тунец. На одну пиццу у меня уходит 200 грамм минимум тунца. Вот такого консервированного, баночного. Можно 250. Я разбираю на небольшие кусочки. И вот так вот раскладываю сверху сыра. Вот смотрите, у меня было 200 грамм тунца в баночке. У меня даже не все ушло. Ушло где-то 180. Видите, я все не буду добавлять. Не нужно слишком много. Теперь еще что я добавляю, это помидоры. И вот так буду запекать. Все остальное подается на готовую приготовленную пиццу. Значит, смотрите, помидорчики очень люблю, чтобы они прям были такие подпеченные. Много их тоже не нужно. Смотрите, вот так вот я делаю. Как она пахнет. Хам-хам-хам-хам-хам-хам. Можно даже сырую. Значит, смотрите, 180 градусов, 200 можно, если у вас не горит духовка. А лучше 180, чтобы наверняка она не горела. Просто на 200 градусов оно моментально готовится. Но если духовка горит, у вас подгорят края. Готовится она минут 10, не больше. Я смотрю по сыру, чтобы сыр хорошо расплавился. И по краям, чтобы они были такие светло-золотистые. Но кто любит поджаренные краешки, держите дольше. Но пицца тонкая, чтобы она тоже не сгорела. Пока пицца в духовке, лук отбрасываем вот так вот на сито, чтобы он полностью хорошо стек. Значит, он уже так хорошо помягчил. Не нужно его сильно мять. Но я чуть-чуть вот так вот приминаю рукой, чтобы вся жидкость ушла. Вот так. Если вы сильно будете мять, он у вас будет в кашу. Так, моя красавица готова. Теперь уже на готовую пиццу я выкладываю лук. Причем выкладываю его вот так вот. Так вот, хоп. По кругу. Разбрасываю оливки, каперсы. Кто что любит. Можно сделать два вида оливок. Но я люблю именно вот такие зелененькие. Мне нравятся больше всего. Присыпаем немного зеленым луком. И все, и режем. Так, теперь разрезаем. Так, смотрите, какая красота. Вот такую пиццу рекомендую вам попробовать. В общем, ребята, попробуйте именно такой вариант. С маринованным луком, с оливками. И все это закладывается на пиццу, когда она уже готова. Попробуйте сделать таким образом, с беконом. Это очень вкусно, ребята. С тунцом просто улет. Две пиццы, сразу говорю, будет мало. Надеюсь, я вас всех соблазнила такой пиццей. Обязательно приготовьте и пишите комменты. Я думаю, что вам очень понравится. Очень приочень. И еще в лук с маринадом можно добавлять ложку сахара. Но это по вкусу. Красный лук и так сладковатый, поэтому я этого не делаю. В общем, все. Ловите запахи и саму пиццу к вам на стол. А мы пошли обедать. Все. Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Силу и люблю. Бувайте. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.